Скорее дискуссионный вопрос, но я считаю, что все три компонента, они содружества и незаменимы, неотъемлемы. То есть как специалист должен быть высокого уровня, без него не будет работать техника, так и при закупке техники без специалиста не будет должного уровня информационной безопасности. Так и без четко выстроенного процесса. Две предыдущие компоненты не будут работать отдельно. Тематизация — это хорошо, это уменьшает время реагирования на инциденты, однако это не заменяет специалистов, это лишь позволяет разделить информационную безопасность на несколько линий и более высококвалифицированных сотрудников направить на нетипичные задачи, то есть лишить их рутины. По поводу кадров мой ответ — нет, это не заменяет. Риск ориентированных подходов непременно применимы в СОК и во всех других направлениях. Почему? Потому что в моменте никто не становится большим специалистом в какой-либо из областей, либо не становится чемпионом мира в спорте. Также и здесь мы не можем защитить сразу всю инфраструктуру, все объекты, все узлы. Мы находим наиболее критичные, начинаем с них и постепенно полностью покрываем весь периметр. Уровень безопасности идет скорее в диагональ, то есть будут рассматриваться как верхнеуровневые какие-то технологии, которые обеспечивают уровень безопасности определенного сегмента сети, так и более целевые исследования, которые направлены уже на экспертов в своем деле, чтобы как-то скооперироваться, расширить исследования и повысить общий уровень информационной безопасности. Продолжение следует...